Административное право Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – административное право и административные правоотношения. Давайте сегодня немного просуждаем на тему о том, каким образом государство управляет обществом, при помощи каких законов и какими нормами, соответственно, оно руководствуется. Итак, административное право – это специфическая отрасль права, которая регулирует отношения, складывающиеся в результате деятельности исполнительной власти. Другими словами, если мы имеем два каких-то государственных органа и между ними необходимо наладить взаимодействие, а это неизбежные, разумеется, результаты деятельности исполнительной власти, то тогда он регулируется административными нормами, административными законами и так далее. В чем тут основная специфика? Ну, пожалуй, самым существенным моментом, который характеризует административное право, является тот факт, что нормы административного права носят так называемый императивный, то есть властный или повелительный характер. Это всегда наставление государства по типу, методу или способу исполнения тех или иных действий. Вот поэтому административное право мы выделяем в некоторую особую группу. Что регулирует административное право? Ну, по сути, все сферы жизни общества. Это и экономика, это и политика, это и социальная сфера, и это вместе с тем и культура. Давайте постараемся, скажем так, по отдельности посмотреть, что же там с чем. И, соответственно, отсюда сделаем выводы о специфике административного правоотношения. Возьмем, к примеру, экономику. Ну, понятно, что государство отвечает за деятельность таких важных экономических сфер, как промышленность, как сельское хозяйство, как банковская деятельность, финансовых организаций и так далее. Но есть еще очень интересная или, скажем так, очень важная сторона экономической жизни общества. Например, жилищно-коммунальное хозяйство. Мы, живущие в России, к сожалению, привыкли к тому, что ЖКХ это такая пресловутая печать, которая, опять-таки, к сожалению, никак не может стать удобной для российских граждан. Но, вообще говоря, это не, скажем так, сфера, отпущенная куда-то в неизвестность. Нет, она регулируется вполне конкретным законодательством. Там масса норм, которые мы должны соблюдать. Вернее, не мы даже должны соблюдать, а должны соблюдать государственные органы. Но практика показывает, что административное право, конечно, регулирует. Но, к сожалению, далеко не всегда исполняется так, как хотелось бы. Если мы возьмем политическую или социально-культурную сферу, то здесь охват буквально по министерствам, ведомствам или федеральным агентствам, как у нас сейчас называются некоторые органы государственного управления. Например, Министерство иностранных дел или Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство образования, если мы берем уже социальную сферу, Федеральное агентство по налогам и сборам, по культуре и так далее. То есть все эти сферы общественной жизни, они находятся под воздействием, под управлением так называемой вертикали власти. Но она действует сообразно, написанным специально для этой власти законом. Потому что все это обязательно отрегулировано, обязательно нормировано. Потому что, представьте себе ситуацию, если бы мы управлялись людьми, ведомствами, которые ничем не руководствуются, кроме собственных интересов. Боюсь, такое государство вряд ли было бы очень удобным. Давайте немного детализируем. Кто же подпадает, условно говоря, не очень, конечно, корректный этот термин, но тем не менее. Кто же регламентируется, какие органы, какие государственные чиновники руководствуются в своей деятельности нормами административного права? Во-первых, это практически вся система исполнительной власти. Как федеральной, так и орган местного самоуправления. Мы говорим местное самоуправление, но это не означает, что они действуют сообразно собственным интересам. Они действуют в рамках специально разработанного законодательства. Иногда это законодательство, между прочим, принималось даже ими, но опять-таки в рамках общей системы административного права и административных правоотношений. Федеральные чиновники. Ну, уровень федеральных чиновников бывает разный. Это, конечно, и губернаторы, и мэры городов, это и министры, это какие-то чиновники высшего ранга. Почему? Да потому что если ты находишься на государственной службе, значит, на тебя, безусловно, распространяются все законы, как на гражданин Российской Федерации, но, помимо всего прочего, на тебе лежит ответственность по управлению этой глобальной системой, а значит, ты ответственен вдвойне. Коммерческие и некоммерческие организации также подпадают под административное право, поскольку они занимаются управлением, управлением персоналом, например, или вообще структурированием чего бы то ни было. Есть иерархия, а раз есть иерархия, значит, соответственно, должны быть какие-то нормы, которые эту иерархию регулируют. Есть начальник или генеральный директор, есть главный бухгалтер, есть просто бухгалтер, есть менеджер, есть куратор и так далее. Вот как определить систему взаимосвязи между этими людьми? Должно же быть что-то, что это все нормирует. Вот такие законы, соответственно, и есть. Эти законы, опять-таки, да, эти нормы, они входят в систему административного права. Простые граждане также, в общем, могут вполне попадать под административное право. Каким образом? Ну, например, вы получаете образование, то есть то, что делаете вы. В конечном итоге вы должны получить соответствующий документ. Вы должны получить аттестат. Дальше, когда вы поступите в высшее учебное заведение, вы получите, соответственно, диплом, который будет свидетельствовать о том, что вы специалист такого-то уровня и так далее. Вот эти документы, это документы, которые государство утверждает в качестве определенного стандарта. То есть оно гарантирует качество вас как специалиста при помощи, опять-таки, специально разработанных методик, вписывающихся в рамки административного права и административных правоотношений. Другими словами, в общем-то, административное право рассматривает довольно широкий спектр общественных отношений и имеет в своем арсенале, ну, если мы так довольно общо попытаемся объединить административные нормы, то примерно два набора, соответственно, законов, норм и предписаний. Речь идет о нормах предписаний и нормах дозволений. Что это означает? Ну, нормы предписания — это некоторое повеление, как мы с вами сказали, да, речь идет о том, что одним из субъектов данного типа правоотношений, безусловно, должно быть государство, и государство нечто нам предписывает. То есть оно нас обязует к чему-то. Либо может идти речь о норме дозволения, то есть когда, опять-таки, государство выступает в качестве такого властного элемента, оно позволяет нечто сделать, но оно как бы этим дозволением и гарантирует определенный набор прав. Например, вот вы получаете, опять-таки, диплом о высшем образовании, вам дозволено теперь исполнять служебные обязанности согласно вашей квалификации по профессии и так далее. Вот это дозволение вам определено государством, потому что оно вам вручает диплом, свидетельствующий о том, что вы специалист. Ну, как мы с вами видим, административное право и административные правоотношения регулируют довольно широкий спектр общественных отношений. И поскольку это довольно большой объем, значит, безусловно, мы столкнемся с неизбежной ситуацией, когда кто-то будет эти отношения пытаться нарушить. То есть, соответственно, есть люди, нарушающие административное право. Специфика административного права заключается в том, что речь в данном случае идет об проступке. Мы с вами уже говорили об этом. Более тяжкие какие-то посягательства на закон называются преступлениями. И речь о них идет уже в Уголовном кодексе. Это тема наших будущих бесед. А если кто-то совершает, ну, скажем так, не очень серьезные какие-то правонарушения, и речь не идет об большой общественной опасности, мы говорим «совершен проступок». Административные правонарушения – это посягательства, в общем, на стандартный набор общественных отношений. Это и правонарушения против личности, против свобод граждан, против общественного порядка, против собственности, ну, и так далее. Речь только идет, опять-таки, о характере причиненного вреда. И административным правонарушением является, еще раз подчеркнем, такой проступок, который не привел к тяжким последствиям. Ну, давайте приведем несколько примеров. Так, если речь идет о правонарушениях против личности, то в данном случае, конечно же, не может быть административное право, да, то есть регулировать такое правонарушение, если речь идет о тяжком вреде здоровью, или даже вреде здоровью средней тяжести. Но если, например, нарушаются права работника по гигиене труда, если нарушаются, допустим, условия жизни человека, да, и это правонарушение совершает какой-то государственный орган, либо компания, например, управляющая в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то, безусловно, в данном случае речь идет о административном праве. И оно должно так или иначе уладить эту ситуацию. Если мы говорим о правонарушениях, допустим, такого характера, как распространение заведомо ложной информации, не приведшей, опять-таки, да, к каким-то тяжелым последствиям, например, потери деловой репутации, но если, тем не менее, кто-то распространяет по отношению кому-то ложь, ну, в простонародье сплетню, допустим, да, то он может быть привлечен к ответственности, потому что распространять против кого-то порочащую информацию законом запрещено. Мелкое хулиганство, загрязнение окружающей среды, допустим, мусорить в лесу, либо глумление над какими-то культурными объектами, опять-таки, не повлекшими за собой каких-то тяжких последствий. Об этом, кстати, мы можем поговорить немножко поподробней. Может быть, допустим, нарушение правил дорожного движения и так далее. Вот все эти виды правонарушений так или иначе регулируются Кодексом об административных правонарушениях. Каковы меры государственного воздействия за такие правонарушения? Давайте вкратце охарактеризуем виды административных наказаний. То есть те меры государственного повеления, которые применяются по отношению к лицам, совершившим противоправное деяние в данном случае. Предупреждение. Но это самая легкая форма административной ответственности. Далее следует административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения и предмета административного правонарушения, конфискация орудия и совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, в данном случае речь идет, например, о водительских правах, административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации, дисквалификация. Итак, как вы видите, довольно широкий спектр наказаний государство предусматривает, но все эти наказания не связаны с какими-то тяжкими последствиями для лица, совершившего данное правонарушение. Но, пожалуй, только административный арест, сейчас у нас дозволен административный арест до 30 суток, это, пожалуй, такая самая серьезная мера. А вот о том, когда государство применяет по-настоящему жесткие санкции по отношению к людям, совершившим противоправные деяния, мы поговорим с вами на следующем уроке.